Привет, мои дорогие друзья и зрители! Наше путешествие по солнечной Греции продолжается. Сегодня мы переезжаем на Халкидики. Едем вдоль моря по нижней дороге. Здесь очень красивые места. Постоянно идут дикие пляжи, на которых нет никого. И вообще загрузка дороги снизилась уже, потому что скоро начинается учебный год в Болгарии. И Болгары, скорее всего, большая часть уже уехали. Дороги в Греции свободные, как мы знаем. По этой дороге никто не ездит, потому что здесь скорость 70 км. А, может быть, еще и эта. А там параллельно есть скоростная дорога. Да, то есть все едут, наверное, по скоростной дороге, а мы едем по видовой, так скажем. Вот так выглядит наша карта. С одной стороны море, а с другой небольшие горки. Дороги здесь такие, что и хочется снимать. Очень красивые. Это обычная дорога на салоннике. Ну, а нам ехать еще немножко больше, потому что мы едем в Полихрона. Там мы отдыхаем практически каждый год по нескольку дней. Ну, вот три года не были. Сейчас посмотрим, как там красиво. На горизонте какая-то башня, типа крепость. На холме прямо смотрит на море. Интересно. Можно потише. Вот она называется Тауэр оф Аполлония. Интересно. Это какая-то местная достопримечательность. Даже останавливаемся. Да, вон там есть место для стоянки. Вот мы остановились на парковке. Какая над нами скала нависает. А на той стороне море. Вот такие горки у нас пошли. Интересно. Здесь вот у нас море. Там стоят кемпера. Релакс бич. Да, в Гриции везде раздолье. Везде можно стоять кемпером. Везде есть подъезд к пляжу. Я уже об этом говорила. И каждый раз этим восхищаюсь. Здесь все для всех. Это что такое старинные раскопки? Так вот мы остановились специально посмотреть, что там на море. Там такой пляж. Совершенно дикие пустыны. Так, ну вот большой такой городочек. На бережке вон там море. Тут кладбище. Это все рядом. Ну вот здесь есть супермаркет. Да, вот фамили. Интересно. А вот дискаунт-маркет. Смотри. Можно заехать. Это аутлет, да. Думаю, что да. Много машин здесь ставят. Просто я не знаю, что это за магазин. Бесплатные дороги рулят. А вот тут и греки по ним ездят. Горшочки. А вот где-то Лидл. Вот я его помню, что мы ездили сюда в Лидл. Это в Греции очень распространен Лидл. Заправка ША. 1,8,9. Это дизель. Здесь на заправках кафе вообще не практикуется. Вот такое передорожное кафе. Можно и мороженое. Ааа, нет. Вот мы тут будем кушать. Ванится. Никакой проблемы. Сели, поели, опять пошли. Так, сейчас нам принесут кофе. Супер какая. Спасибо большое. Вы добрызвали. Вот такой дом, это такой у нас и банец. Ну и кафе, конечно. Повсюду все равно находятся эти места для отдыха. Тут недалеко море. Цель. То есть мы заезжали в Ставрос. Там мы попили кофе. А теперь мы поедем на... Через 200 литров. Это выглядит вот так. Впечатляюще. Поверните налево. Ставрос, вот здесь есть такая реклама. И вот этот городок, по идее, все равно он на море. Конечно. Так мы уже там говорили. Да. Нам осталось 127 километров до места. Сейчас 13.25. Какие симпатичные. Типа кемпинг или что это. Вообще места красивые. Лесные. Слава богу, пожары лесные не задели этих мест. И все так красиво и красиво здесь. Напоминает Болгарию? Да, напоминает очень сильно. Здесь, где нет пальма, все очень сильно напоминает Болгарию. Вот мы и на месте. В Полихроне есть такая маленькая церковь. Она называется... Я даже не могу почитать. Но тут все по-гречески, короче. Мы проезжали мимо. И увидели. Ну вот, а это вот самый центр нашего поселка. Полихрона. Вот такая стала. И мы сейчас идем в магазин. Как-то идем по пешеходке. Но днем здесь ничего не работает. Ничего, мы тут пришли. Не знаешь? Но все это было открыто вечером. Ну да. Сейчас мы там посмотрим купальник. А тут вот и есть супермаркеты. И врачи тут, доктора на каждом углу. Если кому-то надо. Очень врача какая-то. Вот к врачам можете сюда. Доктор. В общем, тут лекарь. Лекарь, доктор. Так, а вот здесь мы сейчас посмотрим купальники. Вот это красная. Вот. Сейчас мы это чью-нибудь себе прикупим. Вот это похоже на купальник. 15 евро стоит. Вот точно. Это что? Синий розовый. О. Так. Summer Beach. Так. Вот наш отель полихрона. Вот наша комната. Так мы ее открываем. Так, наш номер. Выглядит очень просто. Кровать. Подобие тумбочек. Маленький столик. Холодильничек. Вообще вот там. Под столом. Зато прекрасный вид из окна. Плюс вот эти две кроватки, которые... На которые, наверное, спят дети. Такой у нас санузел. Раковина. Душевая кабина. И у меня сейчас все просто. Интерьер на потолке. Вот тут есть кондиционер. И вот этот прекрасный вид из окна, который стоит всего. Вот он. Могу снимать бесконечно. Балкончик тоже небольшой, но очень красиво все. Такой маленький отыкчик. И суп. Здесь по утрам мы обычно завтракаем. Как нам яичница осталась, нам еще чуть-чуть. Зато какие булочки. О! Ты видишь? Мы такие маленькие. Так, тебе булочки? Бери булочки. Да. Булочки. Так, ну что я тебе буду? И яичницу. И снова... Помидоры. Пицца. Фрукты. И соки. Так, вот море. И мы идем. Уже. Только жарить. Здесь у нас променад, но он же... И проезд машин. В принципе, здесь так. Всем все нужно. Кто хочет едет, кто хочет идет. А здесь у нас пляж. Пляж. Тут у нас променад. Тут можно тут смотреть. Прямо рядом все. А здесь кто-то типа свободная зона. Да, да, да. Да, вот здесь можно лежать на полотенцах. Чудно. Если место найдете. Ну да. Здесь есть вот такие пляжные магазины. Здесь вот так стоят машины. То есть люди приехали купаться. Это те, кто не живут в отеле. О, вот здесь вот我們的 магазине. вот нашли хорошие лежаки ну ничего мы туда придем от ресторана пойдем кушать и там заляжем здесь опять свободная зона одесса сиками стали машины почему не так вот составляют пешок одну зону и наш это вот отель фауэнс симпатично да вот это да мы такой не смотрели ты не помню здесь бар такое море у них тут тихо и не так никакой свалки как у нас там в самом начале центре вот тут надо жить на крайне пляжа правда здесь все на машинах приезжают и прямо тут и встают до сербам вернее был грекам если они приехали на пляж им везде можно а это вот team travel starfish вот тут тоже симпатичный какой-то тут нормально лежать до нас стоят да искучены все в кучу никакой свалки как у нас на пляже конечно а здесь афанасиус котел тоже здесь у него есть этот видит бар свободное афанаси у нас конечно там очень много людей а здесь на окраине очень хорошо спокойно что здесь живут только сербе у них тут так красиво мне кажется что когда мы здесь были этого еще да думаю что то новое наверное вот и тут кончается у нас как бы променад а дальше уже такая зона совсем вот тут даже шлак волн какой-то стоит правда вот тут знак въезд запрещенного он так замазан что можно сказать а стоянка запрещено остановка даже то есть не только что останька вообще даже при приостановится нельзя вот видите вот здесь вот у нас такой пляж и это называется позидона океаника и для сирана ну это таунхаус а ну да на две половины да и вон там еще сзади их так что вот тут по настроили уже и вот там еще это видимо новая застройка сейчас номера все сербские до машины машины все сербии эта зона и так понимаю сербского отдыха сербы здесь живут в греции и весь этот комплекс а это их да это наверное их парковка тут свободная зона все приехали уехали купаемся так что поселок полихрона вырос сих пор как мы давно в нем были три года назад до не ходить когда правда но мне казалось что тут и ходить был особенно никуда но сейчас вижу что море одно и то тоже везде какая разница это бухта огромное полихронная правда а вот тут еще свободное место которое будет тоже застроена скорее всего вот опять мягкие лежаки а я думаю эти лежаки вот этого барана она тоже да чем ближе к центру тем гуще заселен этот поселок и пляж его залезли тем дальше по краям тем свободнее это что лежать можно в любом месте это очень хорошо не обязательно лежит на пляже отеля самая бич поэтому наверно в этом да было еще анастасия 1 наверно анастасия 1 вот там так вот опять выдвинуло солнышко мы походит подходим концу пляжа единственный недостаток и здесь вижу что на пляже много вот такой камушков вода прям такая прозрачная даже видно мимо студиуса кстати вот это тоже можно было арендовать какая-то сходка да вот это можно было снять тоже эти студии а тут видишь какие пальма супер сант кафе бар кто один лежак 5 да что ты так написано да а если мы кушаем баре что не нам не будет скидка скидка а вот тут сколько сандур такие кровати да тут можно ночевать точно это же место для ночлега сша будить то как называется я хочу вот здесь виллу можно я виллу продать есть ни одной пальмы нет но зато лежаки наставлены тут просто и они все такие толстые матрасики просто для сна и тут вот меню видишь есть 10 евро на двоих вот это вот комплект я так понимаю или ты 10 евро берешь баре да мы до проси девочка знает наши граждане наш наши русских круто да круто хрен да сейчас я хочу это снять это что такое оливия да вот тут тоже неплохое место как его опознать а либо бич экспенс все похоже это конец да а дальше уже там частные виллы да да все хорошо мы пойдем день посидим и полежим сейчас десять евро сделать таком эти кофе попьем просрачненькая тепленькая водичка и вот это конец поселка полифрома сейчас мы так поворачиваемся в этой бирюзовой воде и пойдем мы туда обратно наше видео закончилось спасибо что путешествуете вместе с нами следующее видео будет посвящено прогулке по пляжу ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи добра и мира всем удачи добра и мира